Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о вечности, не о временном. Только не ругайтесь, чтобы знали, что будет суть Божий за всё, что тут делается. Вы для себя вопрос решите, почему здесь все пьют и голые? Почему? Ну, нам жарко. Жарко? Разжарило. В аду больше жару, даже маленькие. Причина в том, что это блудное место, и люди пытаются залить огонь, который им грозит. Вот причина вся. Тут никогда нельзя ложным путём идти. Я вот вёл занятия в пяти университетах, в тринадцати школах. По два часа были занятия. Я ни разу не позволил, ни разу, чтобы стакан воды поставили. Да вы ничего не слышите, ещё говорю. Верите? Вы знаете, что вчера Рождество было? Христос родился, его был потом распят на кресте, и воскрес третий день. И дарует спасение всем для жизни вечной, потому что грехи наши он искупил своими страданиями. Спасибо за информацию. У вас дома-то есть такая книга? Нет. Нет. Вас плохо слышно или не слышно совсем? Это место разбрата, чтобы людям напомнить о смерти, о вечности, о радости, что Иисус, рождение которого пазнули вчера, умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И кто кается, получает прощение, какой бы он ни был. Потому что за грехи Иисус умер. Вот в этом всё заключается, вся наша жизнь. А с Богом тогда у тебя всё будет по-другому. У тебя будет желание молиться, будет спокойствие. В стране у нас сейчас, в Российской Федерации, 86% разводов. За перестройку сделано 120 миллионов абортов. А мы строим православную деревню. У нас нельзя пить, курить, материться, воровать. Ни одного развода, ни одного аборта. С Богом надо жить. Радостно, благодаря Богу. У нас есть большой Ютубе канал. «Восвете Библии» называется. «Восвете Библии». Равных нашему каналу нет. Там 19 тысяч роликов наших только. Вот как у нас вчера моление было, вы можете увидеть. Как концерт детский ставили. Зайдите, посмотрите. «Восвете Библии» называется. Игнатий Лапкин. У вас какие вопросы есть о Боге, о вечерности, о душе? Нет. Нет ни одного, да? Ну ладно. Я могу сказать, как ваше имя зовётся. Как звать? Я переведу его. Меня зовут Леана. Как? Леана. Ну-ка, Володя, иди, посмотри ещё. Имя Лиана. Лиана. Так такого имени у нас и нету, наверное. Ну-ка, подожди. А ты что, вы, наверное, не православная? Нет. А, ну так тогда так. Тогда нет. Нету такого имени. Я не знаю даже. Вот есть, Лия есть, Лия. Лия. Лия, да, вот Лия есть. Но она не переводится почему-то. Я не знаю. Лия. У нас Ливия есть в общине, девушка. Очень талантливая. Ещё в школе учится. У неё больше ста наград. Она играет на рояле музыкальное. И вот какие вопросы... Я хочу перевести имена, которые я вам назову. Как? Перевести имена, которые я вам назову. Ну, давайте. Имя Даниил. Даниил? Должно быть такое. Да. Думя И. Знаете, смотрите, вот я его всё время... Он как-то там возлюбленный Богом, кажется. Подожди-ка, чтобы поточнее. Это календарь у меня. Я потому что в интернете... Сейчас, АБВГД. Так, минуточку. Не Даниил Бога или что-то типа такого? А я не знаю. Даже он, оказывается, не переводится. Тоже. Не знаю почему. Но я знаю, что связано такое. Может быть, дар Божий. Потому что в конце стоит Ил. А Ила по-еврейски божество Бог. Вот Михаил. Никто как Бог. Если Илья впереди, то Бог моя крепость. Это имена там все еврейские, греческие, латынские. Русские. Там мало имен славянских. Там имен пять может быть. Владимир, Владислав, Вячеслав. Вот так. Понятно. Ну, храни вас, Господь, с Богом. Поговорим. О, все, подальше, вытаскивай. Подальше маленько, чтобы лицо было видно. Я вам отвечу на вопросы. Для чего мы сюда пришли. Мы верующие православные люди. Нас бояться не надо. Мы вчера отпраздновали рождение нашего Господа. Иисуса Христа. Христа, который умер за грехи людей. И воскрес. Вот если у вас будут вопросы какие, подними повыше голову, то и будете задавать. Я могу вам ответить. О душе, о вечности, о жизни, о смерти, о будущем. То есть самые такие сложные вопросы. Что вы в будущем спросите? А чего вы в будущем спросите? Что-то вы так себя ведете, как будто кто-то вас напугал. Что вы в будущем спросите? Они не знают, какой вопрос задать. Ну, какой вопрос задать? Ну, в первую очередь, даже простой такой вопрос. Почему вы без платков? Почему мужчины бреются? Почему мужчины бреются? Для чего человек живет? Какая цель жизни? Какой смысл нашего существования? Что будет дальше? Что есть за смертью? Это вопросы, которые вы ни один не ответите. Хорошо. Что будет дальше? А мне можете задавать. Вот мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. А в стране 86% развода. То есть, на 100 человек первые три года 86% разведенные. Страны-то нету, так. Шалман какой-то. Что будет дальше? Мы можем вас научить, как жить бедно и никогда не роптать, не ругать, не править или никого, а благодарить Бога, жить радостно, прославляя Бога, что Он дал день, что мы живем, видеть нуждающихся в нашей помощи. Вот у нас большой в Ютубе канал, называется «Во свете Библии». Ему равных нету. Самый большой, как мы думаем, 19 тысяч роликов наших. Спасибо. И просмотров 45 миллионов. Давайте, сестры, какие вопросы есть, если... Вы можете имя свое сказать, я постараюсь вам сказать, что оно означает, как переводится на русский язык. Александра. Как звать-то? Александра. Что-то они шепотом говорят. Александра. Александра. Это... Это что-то... Сами защитник. Это мужественный защитник. Ну, ее так как женщину зовут. Ну, защитница. Защитница Саша. А что шепотом-то говорите? А я, тем более, еще не совсем-то хорошо слышу. А Володя хорошо слышит. Видите, у нас все с бородами. А борода – это знак твердости, верности. Он под каблучником не будет, жену не бросит. А без борода – это так, две мамы в доме. Ветер в голове. Давайте, сестры, показывайтесь, и еще что у вас там есть. Запомните наш YouTube. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Если вы по скайпу зайдете, по скайпу, Игнатий Лапкин, там я один с этой фамилией, вы сразу на меня выйдете. Я скину все ресурсы. У нас форум есть, сайт, mail.ru. Ну, в общем, почти все, которые есть. Твиттер и фейсбуки там разные. Спасибо. Спасибо. Ну, все тогда, сестры, прощаемся. До свидания. Ну, с Богом. До свидания. Праздновали Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Да, да. От его рождения какой год идет? 2052-й. 2020-й. Точно, точно. И еще позавчерашний день, который там был, называется Воскресенье. В честь Его Воскресения из мертвых. Поэтому мы людям говорим, Господь оставил Слово Свое на земле, Святая Библия. И Он умер за гречи людей и воскрес. В этом весь смысл мировой истории. Верят, что Господь создал Его, и верят, что Он умер за Него. Он жизнь свою меняет. Вот мы были в Алании, в Северной Карасалане. Два раза. И там в Центральной Библиотеке Национальной мои книги находятся. Это 38 томов. А вы знаете книгу «Избранные труды»? Религия, фольклор, литература. Это не надо. Я по Библии отвечаю. А не то, что религия, фольклор. Эти книги, все я давно ознакомился с ними. И на душу они не влияют. А мои книги влияют. Игнатий Лапкин. Сами написали. Да. Вот вы можете зайти у себя в Центральную Библиотеку и сказать. Тут есть у вас книги. 38 книг Игнатия Лапкина. Православного проповедника. Если вас интересует, там, мусульманство, допустим, 18 том. Каждая книга... Вот если вы пожелаете узнать больше, а мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться и воровать. Мы своими руками построили храм, школу, дороги. Все за свой счет. Государство ни копейки не вложило за 28 лет. И не вложат. И не вложат. Мы дороги даже сами строим. А дороги – это страшно дорогое удовольствие. Дай Бог вам здоровья. Да. Вот если вы зайдете в Ютубе, называется «Во свете Библии» мой канал, Ему равных нету. У нас 19 тысяч роликов наших. Как называется канал? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну-ка, попробуй, найди. «Во свете Библии». Сейчас. Давайте. Свет от нее падает, от Библии. Ага, сейчас. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин добавь. Канал. Игнатий Лапкин, 44 тысячи подписчиков. Правильно. А общий просмотр – 45 миллионов. Ничего себе. 45 миллионов. Ну вот увидите, представьте, 19 тысяч роликов ни у кого нет. А почему? У нас тут… А кто такой Сергей Парализованный? А вот Сергей Парализованный, он… Сейчас я не знаю, как 20-го числа будет год, как он умер. В 30 лет он купался и головой ударился в бревно под водой. И 17 лет лежал парализованный. Очень умный человек. Иконы писал. У него все недвижимое. Только плечо одно вот так вот. И он вот так вот писал. А вы сейчас записываете видео? Все записывается у нас. Все. Где бы мы ни были, у нас все записывается. Потому что полезное. Вот у вас сейчас запись идет, да? У меня все время идет запись. А если я не записываю, она все равно записывает. У нас тут по двору идешь и написано. Ведется видео, запись для интернета. А вот сейчас вы меня снимаете же, да? Ну, я еще буду снимать, если аппаратура пишет. Вот мы даже уходим. Вы меня выложите туда? У нас аппаратура выписывает, допустим, ну, со всех сторон, где мы молимся. В храм заходим, и у нас надпись. Идет видеозапись для интернета. Ну, сейчас вы меня выложите, да? Туда вы меня идете? Может быть, и будет. Вот, допустим, вчера мы показали, как шло богослужение у нас. Как концерт детский был поставлен. Потом мы сделали большую горку ледяную. Как катались, и я катался там. Вам будет очень интересно. Если вы на нашем Ютубе будете, вы никуда больше не будете ходить. Здесь я отвечаю. 4124 вопроса. 4 вопроса. Что говорит Библия, святые отцы, моряовая поэзия. Вот я видел, смотрю. Брат у меня, брат родной, священник. Протоиерей. Ага. Ну, у вас тут на каждых видео по-разному. То заходят, то не заходят, да, видео? Вот, вы, если зайдете по скайпу, скайп есть такая система, скайп. В скайпе Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией. Вы на меня сразу выйдете, и я вам скину, побеседуем, и я скину все материалы вам огромные. Игнатий Лапкин. Тебя как звать-то? У меня Суслан. Как? Суслан. Руслан. Не-не, Суслан, Суслан. Володя, что такое он? Суслан? Суслан. Суслан? Да. А что же за имя такое? Это Остинское имя. А, у русских нету такого? Да. Ну да. А то это календарь церковный. Он дает перевод всех книг. Да. Я миссионер. У нас сколько баптистов пришли, которые стали православными. Мы много ездили, 120 тысяч километров проехали. Я в каждую библиотеку дарил полный комплект книг на 750 евро. А сколько там машин было? Пробег, да, у вас? 38 томов вышло, еще 7 могли бы выйти, но уже не хватает издать. А, ну у вас пробег, да, был? А это нет, это мы, миссионерская поездка была из Барнаула. Мы доехали до Владивостока, потом до Лиссабона. Потом в Скандинавию прошли, Прибалтику, Север и Турцию. 650 остановок было, везде проповедовали. И все снималось, все снято. А то, что вы сейчас записываете, то, что... У нас все записывается, я уже третий раз повторяю. Не, но это вы выложите туда? Ну, будет когда-то. Я сам мне почти редко выставляю. Трудно это делать. Администрация делает. Нас работает около 12 человек, которые помогают. Мы обрабатываем, они там делают. У нас не прибавляется и не убавляется. Как записывается, так и выставляем. И людям очень нравится это. Они видят, как мы живем, как обедаем. Даже у меня тут есть один ролик. Я спал, а ко мне подошли, вопрос задали. Кто такие подкаблучники? Так там... Да, да. Вот обед один есть. И посещаемость на этот, на один обед, мы обедаем. 998 тысяч. Почти миллион. Ох. И тысячи. Да. И при том у нас не так, чтобы заинтересовывать. Нет. Мы просто, как есть, простые названия даем. Как по Библии оно называется. Вам будет очень интересно. Это я уже заранее знаю. И по скайпу меня найдете. Игнатий Лапкин. Не забудь. Руслан. Да, 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 да. Так, вопросы у тебя есть какие? Что, что? Вопросы какие-нибудь о душе, о вечности? Мне больше никаких нет. С праздником вас. Спаси, Христос. А я в Осетии был, там проповедовал. Ага. Понятно. Вот, я был во фунте. Дальше пойду с праздником вас. Давай, с Богом. Давай, до свидания. Храни тебя Господь.